Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Чтобы собрать всех в школу. И, соответственно, семейные бюджеты сильно опустили. Сейчас запрещены коллективные выходы. Естественно, это еще и нарца. Отвыкли, не рассматривают кинотеатр как какое-то функционирующее предприятие, которое готово принять, обеспечить досуг и отдых. В сомнениях все зрители, что вообще работает ли кинотеатр-то, а есть ли там что-то. По словам Сухарева, сказалось на посещаемости и отсутствие громких премьер после пандемии. На низкие продажи жалуется Кировский драмтеатр, который планирует на 15 сентября начало сезона. А вот в кассах концертных учреждений спрос хороший. Билеты филармонии в органный зал, который тоже рассчитывают в 15 числа принять зрителей, на начало сезона почти все разобраны. Программа Экономика. Кировчане должны почти 400 миллионов рублей по налогам. Эта сумма только по имущественным налогам. Долги числятся на 134 тысячах жителей региона. Данные озвучили в ФНС, где начинают рассылать уведомления об уплате за 2019 год. О наличии долгов за предыдущие годы можно узнать в личном кабинете, на сайте ФНС России или портала Госуслуг, а также при личном обращении в любую налоговую инспекцию. А за 2019 год заплатить нужно до 1 декабря. Экономика. На 101 ФМ. Малых предприятий в области стало меньше. К началу июля 2020 года их насчитывалось примерно 1700, сообщает Кировстат. За год цифра уменьшилась на 200. Соответственно, стало и меньше людей, которые работают в таких компаниях. Сейчас средняя численность работников, занятых на малых предприятиях, 45,5 тысяч человек. Годом ранее сообщалось о 54 тысячах. На 3 миллиарда упал оборот и выросла только средняя начисленная зарплата. В расчете на человек это сейчас 26 тысяч рублей, что на 12% больше, чем по данным на июль 2019-го. И на 17% меньше среднеобластного показателя. Экономика. Завершение валюток. Доллар сегодня 74,89. Курс евро 88 рублей 68 копеек. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 ФМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова